Старт-эрор можно увидеть на панели почти любого класса мерседеса. Старт-эрор часто возникает, если аккумулятор разряжен и вы попытаетесь запустить двигатель с помощью такого аккумулятора. Старт-эрор может также возникнуть, если клеммы плохо присоединены на аккумуляторе. Причин много. Старт-эрор у нас возникла после того, когда мы попытались завести машину с разряженным аккумулятором на мерседесе ML270 с тизельным двигателем с автоматической коробкой передач. Аккумулятор сразу же мы поменяли и поставили другое. Но стартер-эрор опять показывал панель приборов и машина не заводилась. Стартер вообще не крутился. На этой машине и раньше была такая проблема. Тогда, по совету специалистов, мы поменяли антенну иммобилайзера и машина сразу завелась. Решили мечту, причина снова в антенне иммобилайзера и начали разбираться панель. Как мы знаем, иммобилайзер – это противоугольное средство. Если иммобилайзер не сможет прочесть кода из чипа, который установлен на ключе, машина не заведется. Принесли мы другую антенну иммобилайзера. заменили ее, но машина снова не завелась. Тогда мы решили использовать другой, запасной ключ. Думали причина в ключе, откуда иммобилайзер не может прочесть кода для запуска двигателя. Попробовали завести с другим ключом, но машина снова не завелась. И препод показывал информацию – старт-эрор. Это означало, что причина не в антенне иммобилайзера и не в ключе. Начали искать другую причину. Перечитали форумы и выяснили, что в разных марках Mercedes на работу иммобилайзера может влиять предохранитель. Например, в спринтерах, если некоторые предохранители перегорели, это может влиять на работу иммобилайзера. Так как вся система электроники всех марок машин так или иначе похожа, решили проверить предохранители. Проверили, и оказалось, что все работают. Решили машину отвезти в автосервисе. Но, к счастью, когда рычаг коробки передач переключили в нейтральную позицию, случайно заметили, что сообщение стартерор на панели исчез. Это была приятная неожиданность. Когда повернули ключ с зажигания, машина завелась. Потом попробовали завести машину, когда рычаг коробки передач был в паркинг-позиции, и машина снова завелась. Проблема исчезла, и мы сами не верили, что так легко смогли стелять это. Оказывается, что иммобилайзер с коробки передач получает информацию, анализирует, и потом бортовой компьютер решает завести машину или нет. Разрежение аккумуляторов повлияло на правильную работу иммобилайзера. И в компьютере сохранилась информация, которая мешала завести машину, даже на хорошем аккумуляторе. Вот так мы проанализировали эту ситуацию. Но в действительности так или нет, это трудно сказать. Вот такая история случилась с нами. Если кому-то это видео помогло, пожалуйста, пишите в комментарии, как и менопричина билла у вас. И как ее решили. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok